добрый день дорогие друзья вы на телеканале этом тв программа тема дня меня зовут александр вальдман как пишет немецкое издание дойче велье в 20 годовщину терактов 11 сентября 2001 года в сша над кабулом снова развивается флаг талибов и эксперты высказывают опасения что афганистан вновь станет оплотом террористов в то террористов в том числе немецких джихадистов а с нами на связи известный журналист известный политолог александр пески основатель здательского дома русская швейцария вот о европейской о том как в европе относятся ко всему этому и вообще о том что происходит германия мы с ним сегодня и поговорим обсудим саш у меня первый вопрос возникает по поводу этой публикации а честно говоря когда услышал немецкие джихадисты у меня как-то так это ну я бы сказал так когнитивный диссонанс какой-то сработал что-то такое невообразимое но в статье приводятся цифры конкретные данные я не буду их называть там сотни джихадистов тысячи оказывается выехали с территории германии воевали за исламское государство знают всех на перечет знают название этих организаций вопрос у меня а чего ждут спецслужбы германии в данном случае или европы что те вернуться или те которые здесь начнут теракты очередной делать где только можно и где нельзя почему не высылают их из страны из европы куда-то туда где потеплее александр здравствуйте сначала очень маленькая ремарка вы меня обозвали политологом ну я швейцарский политик нет я активно участвую в я член партии и политолог наше в наше время это уже почти что ну как обидное слово последний раз да да а по поводу наших исламистов ну чтобы наши зрители понимали кому о ком мы говорим все-таки когда мы говорим о потенциальной тысячи исламистов из германии это не голубоглазные гансы или там дитрихи это как правило все-таки выходцы из семей тех же турецких но и других ливанских арабских курдских и даже кавказских семей до которые которые это люди или молодежь которая не смогла по тем или иным причинам реализовать себя вот германском обществе которая все-таки по прежнему консервативно консервативно и несмотря на то что несмотря на то что иммиграция в германии происходит на очень высоком количественном уровне уже на протяжении многих десятилетий а все равно немцам сложно воспринимать человека который выглядит несколько иначе живет несколько иначе как воспринимать его как тоже немца да допустим немецкая футбольная сборная бегает по полю и они конечно номинально все называются немцами но сами немцы в простом разговоре как бы когда сидишь там на двоих на троих на четверых за столиком никогда ни одного из этих футболистов немцам и назовут вот а на предмет того что с ними делать и как с этими цифрами вы знаете сами немецкие спецслужбы занимаются ровно тем чем занимаются практически все спецслужбы мира да им нужно немножко проблему немножко преувеличить вот она тысяча этих исламистов а может быть полторы тысячи исламистов чтобы а им дали больше денег больше ресурсов на борьбу с этой проблематикой и б это как бы это сказать борьба с исламом или там ну не с исламом а с фундаментальным там исламизмом в европе практически невозможно вот мы смотрим сейчас наши дни вот вот сейчас в эти дни происходит начался судебный процесс в париже над этими исламистами которые вот напали на рок-клуб батаклан которые расстреляли иудейский иудейский еврейский магазинчик с фастфудом обратите внимание в сми не говорится что это еврейский магазинчик да это вот вот эти вот какие-то анонимные исламские фундаменталисты да хотя опять же это ребята все рожденные во франции да ну родители которых приехали из алжира из марокко из туниса да тот парень который разнес в том же берлине вот этот рождественский рынок своим грузовике тоже был тунисец никакие не не афганцы и не талибы то есть это доморощенная доморощенная как бы проблема и вот тут опять же раздваиваемся на то что их уже выслать некуда то есть а их можно закрыть там доказать их вину их непосредственное участие подготовки и реализации таких туристических актов но потом понимаете на же очень парниковые условия в европе на же права человека если человек у нас совершает какое-то преступление редко сам человек виноват в том это или родители там по фрейду знаете или общество за ними не доглядело их недостаточно условно говоря там поддерживала интегрировала или это компьютерные игры привели вы понимаете у нас на каждого урода насильника и террориста найдется 55 защитников прав человека которые объяснят почему он бедняжка и и и жертва они они те люди которые погибли вот это во-первых и во-вторых конечно вот нашего мелкотравчатые вот на сегодняшний день еще правительства европейские да они откровенно боятся принимать кардинальных решений ну к примеру допустим набрать целых самолет этих людей которые нежелательными являются у нас в европе собрать их по странам евросоюза не так уж и сложно и самолет и обвооружив парашютами можно их скинуть над гиндукушем или там над пустыней калахари неважно куда да чтобы их не было как правило у нас опять же сидят тысячи тысячи сотрудников вот значит организации я причем это не организации сторонние а это часть нашей социального государства да и вы понимаете если у нас закончится беженцы то у нас целый к целая индустрия вот государственная индустрия по приему этих беженцев ну она тоже должна закрываться конечно тысячи тысячи людей расходуют огромные суммы и ну это уже просто строчка в нашем бюджете и от нее отказаться невозможно то есть с терроризмом и со всеми вот этими нехорошими как бы течениями нам нужно бороться вечно поэтому александр сегодняшняя европа она еще недостаточно консолидирована она еще недостаточно натерпелась от этих от этих недобрых людей и поэтому мы будем сейчас подставлять и дальше и и дальше наши щеки чтобы нас хлистали вот эти злые люди но по большому счету это вывернутая наизнанку на мой взгляд коррупция почти как по звонецкому что охраняем то и имеем это тот самый случай по моему александр ну мы можем с вами с удовольствием сделать как-нибудь передачу на предмет коррупции в европе в европейских странах я буду говорить только о тех странах которые знаю людей поименно и понимаете ну даже вот рассказав вам про наш швейцарский парламент ну у многих наших зрителей и волосы станут дымбот ну у нас коррупция вы знаете ну есть такое принятое на западе такое упражнение говорит что есть коррупция там в россии там в украине там в киргизстане казахстане где угодно а у нас как бы нет ну что вы говорите у нас у нас все законодатели на зарплате у финансово-промышленных групп и корпорации но если они на зарплате ну да конечно им никто в конверте деньги не передает но у нас легко депутаты федерального парламента зарабатывают ну там и по 100 по 120 тысяч долларов в год но это не швейцарский франк он сейчас почти как чуть больше доллара но вот за какие-нибудь четыре заседания полудневных заседания в году представляете за за два рабочих дня депутаты федерального парламента у нас получают вот такие вот зарплаты это не коррупция да конечно же коррупция и поэтому не в нашем швейцарском не в не в немецком парламенте тем более во французском не существует транспарентных списков кто на кого работает наши депутаты должны там декларировать но там сколько они там получили но они обязательно они должны деталировать ну да от кого конкретно вы понимаете так что о коррупции как-нибудь поговорим другой раз поговорим будет повод я надеюсь саш теперь хочу вернуться к нашему предыдущему разговору мы не успели тогда поговорить о болофе шольце лидере социал-демократов одном из реальнейших кандидатов на пост канцлера германии судя по всему что это за человек что это за политик будет ли он придерживаться традиционных для его партии скажем так взглядов пророссийского направления будет ли он скажем так последователем политики шрёдера мы знаем где сегодня работает шрёдер вот об этом если можно поподробнее с первым предложением я объясню нашим зрителям сам принцип да вы знаете принадлежность партийная принадлежность какого-либо немецкого политика который так высоко забрался на олимп она в принципе вторично дело в том что вопрос заключается в том это системный игрок или не системный игрок да вот и олаф шоуц он системный политик то есть он не первый раз трудится в федеральном правительстве германии он был бургомистром города гамбурга вот и он системный политик а если мы вот сейчас полистаем допустим в энциклопедии там политическую энциклопедию германии посмотрим какие политики скажем так очень сильно отвечали за так называемую пост политик ну то есть все что в восточной германии даже россия а вот ну мы вспомним условно ганса дитриха геншера да он был членом фдп то есть вот этой свободной партии германии гельмут коль один из крупнейших партнеров советского союза и там россии горбачёва а вот он был христиан и демократом до горхар шрёдер вы его назвали уже он был ну был и есть активный активный лоббист российских интересов ёшка фишер несмотря на всю свою революционную как бы молодость и ну вот скажем бурную 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 деятельность и несмотря на свое членство в зеленой партии германии он был тоже большим прагматиком в отношениях с россией и востоком европы ну виллебрант это уже вообще вы понимаете там ему памятники стоят да тут как бы не обсуждается вот и поэтому олаф шоу если он станет канцлером он будет очень хорошо выглядеть на это на этом на этом барельефе да вот знаете мао сталин мао горбачёв там и он станет в этот ряд немецкий пантеон и будет очень уместным а вы знаете когда он был молодым политиком а он еще в своей молодости чуть ли не 18 или 19 летним молодым человеком поступил в социалистическую партию германии у него не поверите было вот такая вот кучерявая шевелюра и он с тех пор был очень верным солдатом социалистов он прошел все ступеньки внутри партийной иерархии о шаг назад в молодости он еще ездил к эрику хоникеру руководителю тогдашней гдр да то сидел за столом он участвовал еще даже на молодежных там социалистических конгрессах и я не люблю как бы теории заговора я не специалистом по спецслужбам но я думаю что советские российские спецслужбы вели этого популярного политика ведут уже много-много десятилетий вот и к тому же понимаете он человек системный и он начал как левак как вот на самый самый вот настоящий как бы социалист и даже можно его в некоторых там его жизненных отрезках назвать и даже коммунистом то сейчас он вот в этом в социалистическом значит в социалистической радуге он в принципе на консервативных и вот таких вот правых позициях то есть он попри он уже не отрицает существование как бы капиталистической системы да ну так называемый он строит капитализм с человеческим лицом с человеческим лицом вот спасибо за помощь вот и шансы у него велики избраться согласно вот сегодняшним опросам его партия социалисты на сегодняшний день имеет 26 процентов христианодемократы остаются на 20 пунктах вот и там зеленые отстали они там в районе там 14-15 и свободные демократы это в районе там 13 но тут стоит ответить порядка 20 25 процентов ненцев до сих пор не определились а кого они будут голосовать вот буквально через пару недель а то есть в день выборов или там письменно и вы знаете это довольно таки высокая цифра да понимаете она может кого-то из этих людей просить в отрыв но тем не менее как как это на сегодняшний день выглядит большая коалиция из христианодемократов и социалистов она всем ненавистно даже уже самим участникам но честно говоря вот после выборов когда подсчитают голоса и попрослезятся те кто надеялся на большее да останется не так много вариантов но я думаю что социалисты не будут входить в так называемую вот это красно-красно-зеленую коалицию она 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 не будет жизнеспособной и опять же тот же шольц который с леваками даже в собственной партии не так много общего имеет не захочет участвовать в таком мероприятии с зелеными будет очень трудно договариваться потому что у зеленых по народному можно это сейчас назвать дурь в голове они поверили в то что они уже настолько большая и важная партия что что им что им нужно сейчас вот руками загребать да вот вот к себе да вот прав и и и и постов правительстве то есть они будут очень сложными переговорщиками а вот христианодемократы побитые и возглавляемый сегодня лаше там мне кажется они будут довольно таки благодарными партнерами тем более что сегодня вот согласно сегодняшним цифрам опросом если ничего как бы не изменится то этим двум партиям социалистам и христианодемократам хватит собственных голосов чтобы сформировать правительство понимаете да если можно сделать правительство с двух партий то защите третью и четвертую поэтому шансы у шольца велики шольц это этаблированный немецкий политик который не будет заниматься опасными виражами и все вот эти вот вот эти разговоры дурные о том что северному потоку не бывать или там еще чему-то там не бывать ну это это будет уделом украинских американских и других сми саша означает ли этот ваш рассказ о шольце что в общем-то в москве не стоит торопиться открывать французское шампанское которое разрешили поставлять в россию по случаю победы этого политика вы знаете в россии не обязательно уже пить это французское шампанское которое очень хорошее дело в том что абрау дюрсо уже делает на протяжении многих лет довольно таки довольно таки приличный напиток я приезжаю в россию допустим да бывая там ну последние там уже давно не было из-за пандемии я всегда требую местные минеральной воды и местного шампанского вы знаете в принципе неплохо неплохо прогрессирует россия но шампанское они открывать будут в любом случае если выберется лашек это будет он станет надежным партнером это будет продать про продление политики и и эры меркли а если будет шоуц ну вы знаете опять же господин шрёдер знает его официальный телефон номера и его неофициальный телефон номера то есть они в любом случае договорятся еще раз повторюсь шоуц очень системный политик и он вот когда был бюргомистром гамбурга а отметьте гамбург это город в германии где живет самое большое количество миллионеров и вот несмотря на то что он социалист за ним до сих потом тянется шлейф там одного скандала так называемый кум-экс-гешефте это когда там один гамбургский банк ну вот висит над ним такое обвинение он обманул государство на таких налоговых там операциях я сейчас не буду вдаваться в подробности в механизм это дело но это что-то сравнимо с возвратом налога на добавочную стоимость да когда ну когда операция была была только на бумаге до налоговой хитрости так вот там порядка 66 или 47 миллионов вот таких вот налоговых денег были забыты ну то есть банк не заставили выплатить это и это случилось все во время когда господин шоуц был бургомистром города и который опять же все критики говорят что он знал он 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 чуть ли сам не подписывал эти бумаги подписанных бумаг не нашли и его вызвали уже несколько раз на назначить на на парламентские слушания и господин шоуц он просто так говорил а вы знаете а я не помню вот подробности этого дела это настолько мелкое дело там какие-то 47 миллионов обманов то есть шоуц вот понимаете уже всеми водами мыт и всеми как бы мочалками оттерт да то есть он он настолько системный и в его длинной карьере есть на него столько компромата что я думаю он будет играть системно саша и последний разговор для сегодняшнего разговора как пишет немецкое издание die welt федеральный президент франк вальтер штайнмайер на торжественном мероприятии посвященном 60-летию со дня подписания соглашения между фрг и турции по привлечению иностранных рабочих сделал ряд громких достаточно своеобразных заявлений мы уже говорили в прошлый раз что нечто подобное позволила себе ангела меркель а тут президент он выразил глубокое убеждение в том что слово родина может употребляться во множественном числе далее он назвал некорректной формулировку потомок мигрантов я его процитирую они не люди с миграционным прошлым и страна с миграционным прошлым германия далее если мы говорим вы здесь дома то и ваша вера во всем ее многообразие должна обретать здесь свой дом а одним из средств по искоренению ксенофобии в будущем по его мнению является введение в школах германии уроков ислама у меня вопрос александр насколько широкую поддержку в германии получили вот эти вот его высказывания и можно ли назвать эти его высказывания по большому счету предвыборными в расчете на определенную категорию избирателей на последний ваш вопрос да дело в том что франк валтер штайнмайер хочет переизбраться на пост президента германии и выборы будут в следующем году ну и согласно традиции германской если президент ну уж совсем там не выкинет какого-нибудь фортеля то он может оставаться президентом столько сколько он хочет но при этом наши слушатели должны понимать что президент германии это должность что-то вроде по моему президент в израиле тоже есть да 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 это такой ну цеременальный генерал да 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 и вот франк валтер штайнмайер вот он уже уже несколько лет абсолютно седой и вот он играет роль вот такого папаши доброго папы карла который обнимает всех куколок то есть его вот действительно должность располагал ну как бы это сформулировать он должен быть хорош и вашим и нашим то есть он как тот человек который замазывает все эти трещины в обществе который выступает сегодня там в синагоге да и говорит о том что наконец бундесвере теперь у нас есть там 30 этих самых служителей там как раввины вот раввины я слово почему-то забыл или вылетела просто из головы вот а значит сегодня или там вот вчера когда он сделал это заявление значит ну у него там вот в дневнике стояли вот мусульмане что надо мусульманам что-то доброго сказать по факту германия страна на самом-то деле она очень мультикультурная но проблема в том что немцы все-таки довольно таки запустили вот эти все вот национальные проблемы ну ровно тем с чего я начинал сегодняшний наш разговор да да есть культуры которые мейнстримовская культура немецкая да которая ну не принимает не принимает чужаков до раствориться в немецкой культуре довольно таки сложно в первом поколении это совершенно невозможно вот дети рожденные уже вот здесь если они не ярко вырождены условно говорят ну иностранцы да темно кожи или вот явно ярко выражены там кавказские типы да вот то им все равно трудно трудно интегрироваться полностью а вот она германии с другой стороны нужно что-то делать вот 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 в этом сегодняшнем состоянии вот в этой вот в этой вот агрегацию штанг по-немецки называется то есть то лёд то вода то пар да вот германия действительно страна в которую ежегодно въезжают сотни тысяч людей которые не имеют общего в этой культуре но что наши тоже зрители должны понимать что и сотни тысячи немцев ежегодно покидают германию уезжают в сша в канаду в австралию новую зеландию это вот тоже забавный такой вот элемент да огромное количество немцев покидает германию а в надежде то что как бы вот в тех странах которые я перечислил они найдут более как бы более высокий градус свободы в повседневной жизни вот но германии нужно перестать прикрываться вот этим фиговым листочком и называться настоящей вот как бы вот иммиграционной страной и не заниматься вот этими глупостями то есть принимать вот этих вот бедных и сирых по всему миру да условно говоря вот эти 41 тысяча афганцев ну как эту цифру можно объяснить почему 40 тысяч 41 тысяча а не 30 или не 100 тысяч ведь в афганистане можно принять и намного больше людей да почему мы принимаем всех вот этих людей которые прилили приплыли на резиновых лодках безоговорочно без проверки без ничего а допустим тем же ну россиянам может быть там там украинцам или там туркам туркам тем же туркам легально из герб из турции въехать на место работу в германию кратно сложнее кратно сложнее чем просто приплыть на резиновые лодки то есть германии предстоит как бы тоже занять новую позиция вот в этом вопросе и чуть больше реал политик чуть больше реал политик и чуть меньше идеологии и глупости спасибо спасибо александр за это блестящее интервью спасибо всего самого доброго успехов и до новых встреч спасибо сад до свидания спасибо и вам друзья что были с нами всего самого доброго будьте здоровы до новых встреч Продолжение следует...